МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы приступаем к 14-й лекции по теме «Систематическое богословие». Мы продолжаем тему освещения. Пункт Г. Утверждение антиномистов. Антиномисты утверждают, что верующие свободны от исполнения закона, потому что Христос уже исполнил закон. Таким образом, по их мнению, верующие Нового Завета не должны соблюдать постановление закона. Однако это утверждение ложно. Христос побуждает верующих делать добрые дела. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 16 стихе, сказано «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Верующие освобождены от проклятия закона, от осуждения и от исполнения ритуальных законов. однако верующим необходимо держаться моральных стандартов закона Божьего. в законе сказано «Тогда мы не должны поклоняться идолам». «Тогда мы не должны убивать». Закон запрещает прелюбодействовать. Верующие Ветхого Завета соблюдали эти заповеди. И верующие Нового Завета тоже должны соблюдать их. Раздел 5. Пути освящения. Пункт А. Освящение совершается посредством Божьей благодати. Освящение совершается благодатью Бога Отца, Сына и Духа Святого. 1. Деяния Бога Отца 2. Когда совершается освящение верующего, в этом проявляется действие Бога Отца. 3. Бог Отец Избрал сделать верующих своими детьми. Он сделал это еще до начала сотворения мира. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 6 стихи. Бог Отец дает верующим новую святую жизнь. Верующие получают от Бога дар его вечной жизни по вере. Послание Колоссянам, 3 глава, 3 стих. Бог Отец Бог Отец Также содействует тому, чтобы верующие поступали соответственно Божьей воле. Послание Евреям, 3 глава, 20 и 21 стихи, говорят Бог же мира, да усовершит вас во всяком добром деле. К исполнению воли его, производя в вас благоугодное ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь Бог Отец Наказывает верующих, когда они согрешают. Послание Евреям, 12 глава, 7 и 8 стихи, говорит Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? Верующие не могут достичь освящения без деяний Бога Сына. Сын Сын Искупил грехи избранных верующих. Евреям, 10 глава, 10 стих, говорит По сей-то воле Освящены мы Единократным принесением тела Иисуса Христа. Верующие Верующие соединены со Христом через Сына. Христос Христос живет в верующих. А верующие во Христе. И поэтому верующие могут жить святой жизнью. Бог Сын позволяет верующим Жить святой жизнью во Христе Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, говорит Я есть млаза А вы ветви Кто пребывает во мне И я в нем Тот приносит много плода Ибо без меня не можете делать ничего Третье Деяние Святого Духа Верующие не способны творить добрые дела без содействия Святого Духа Святой Дух ведет верующих к покаянию в грехах и к вере в Евангелие Первое послание Коринфянам 12 глава 3 стих Здесь сказано Потому Сказываю вам Что никто Говорящий Духом Божьим Не произнесет Анафемы на Иисуса И никто не может назвать Иисуса Господом Как только Духом Святым Дух Святой позволяет верующим родиться родиться заново В качестве детей Бога Евангелие Евангелие от Иоанна 3 глава 5 стих Говорит Иисус отвечал Истинно Истинно говорю тебе Если кто не родится от воды Духа не может войти в Царствие Божие Святой Дух позволяет верующим приносить плоды Святого Духа Плоды Святого Духа это любовь радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость И воздержание Пункт Б Что следует делать верующим Процесс освящения является действием Бога Но есть определенные вещи Которые должны делать сами верующие Первое Верующие должны покаяться и верить во Христа Когда человек кается и верует во Христа Он получает прощение грехов от Бога и становится Божьим Детем Второе Верующие должны считать своего ветхого человека мертвым И полностью отказаться от греха Послание Галатам 5 глава 24 стих говорит Но те которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями Третье Верующие должны жить новой жизнью во Христе Жить во Христе означает жить под руководством и водительством Иисуса Христа Это значит что верующие должны думать правильно Как Господь Говорить хорошие слова И делать добрые дела как Христос чтобы пребывать во Христе Четвертое Верующие должны стремиться быть послушными Божьему Слову Христиане живут святой жизнью когда они веруют и послушаются истине Евангелие Евангелие от Иоанна 17 глава 17 стих говорит Освяти их истинною твоею Слово твое есть истина Первое послание Петра первая глава 22 стих Пятое Верующие должны стремиться молиться Молитва является великолепным подспорьем для святой жизни верующих Первое послание Тимофею 4 глава 5 стих Здесь говорится Потому что освящается Словом Божьим и молитвою Раздел 6 Плоды освящения Освященные верующие ходят со Христом Они приносят плоды Святого Духа Такие христиане имеют великую любовь к людям Характер освященных верующих уподобляется характеру Христа Послание Галатам 4 глава 19 стих Послание Эфесянам 4 глава с 11 по 15 стихи Вечное спасение В богословии эта концепция называется Доктрина о вечном спасении святых Первое определение Вечное спасение подразумевает что верующие которые были спасены через веру в Евангелие и прощение грехов никогда никогда не потеряют своего спасения Это означает гарантию вечного спасения Пункт А Прощение грехов Благодать Вечная жизнь Статус Божьего Дитя и обетование небес необратимо и гарантировано навечно Евангелие от Иоанна 10 глава 28 стих говорит И я даю им жизнь вечную И не погибнут вовек И никто не похитит их из руки моей Пункт Б Бог продолжает дело спасения и доведет его до конца послание филиппийцам первая глава шестой стих говорит Будучи уверен в том что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа Христа Однако это не означает что вера верующих никогда не будет ослабевать или они никогда не будут впадать в грех если верующие пассивны и не живут по вере их вера ослабевает тогда они могут впасть в грех если не будут внимательны и осторожны пункт второй библейское подтверждение пункт а божье предназначение спасения неизменно так как божьи цели вечны и неизменны божий план не может потерпеть неудачи бог избрал нас до сотворения мира его планы не будут сорваны но напротив обязательно исполнятся пункт б искупление и посредничество христа совершенны дело искупления совершенное христом на кресте завершено христос христос постоянно ходатайствует за верующих перед богом перед богом отцом христос послание римлянам 8 глава 34 стих говорит христос осуждает христос иисус умер но и воскрес христос он иодесную бога он и ходатайствует за нас пункт в всевышний защищает верующих своей силой бог всегда защищает своих любимых детей и поэтому они не могут потерять своего спасения первое послание петра первая глава 5 стих силою божьей через веру соблюдаемых ко спасению готовому открыться последнее время пункт г верующие получили дар вечной жизни дар вечной жизни получены верующими от бога верующими являемся вечной жизнью во христе Эта вечная жизнь не может быть отменена или потеряна Христианам дарована вечная жизнь Они стали детьми Бога И поэтому верующие никогда не погибнут Пункт третий Возражение против доктрины вечного спасения Римская католическая церковь, Социниане, Лютеранская церковь и Арминяне Не поддерживают доктрину вечного спасения верующих Пункт А Они утверждают, что доктрина вечного спасения Ведет верующих к пренебрежительной и эгоистичной жизни Они утверждают Что если верующему невозможно потерять свое спасение То христиане погрязнут в грехах И эгоистичном образе жизни Однако это утверждение ошибочно Бог запретил верующим Жить ради своих собственных и эгоистичных удовольствий И пренебрегать своими отношениями с ним Послание римлянам 13 глава 13 и 14 стихи Когда верующие пренебрегают Богом И живут эгоистично Бог наказывает их Пункт Б Они утверждают Что в Библии содержится предупреждение против отступничества Они цитируют Евангелие от Матфея 24 главу 12 стих Послание колоссянам 1 главу 23 стих Послание евреям 2 главу 1 стих 3 главу 14 стих 6 главу 11 стих И первое послание Иоанна 2 главу 19 стих Этими стихами Этими стихами Они подтверждают свои возражения Против доктрины вечного спасения 2 главу 23 стихами На самом деле Эти места писания Говорят не об отступничестве Об ослаблении веры Об ослаблении веры Пункт В Они утверждают Что в Библии Что в Библии Описаны случаи отступничества Цитируя Цитируя Послание римлянам 9 главу 6 стих 1 послание 1 послание Иоанна 2 главу 19 стих И книгу Откровения 3 главу 1 стих Однако эти места писания Говорят о формальных верующих Которые не были спасены Но не об истинно верующих христианах Пункт Г Они утверждают Что некоторые верующие погибли Например Иуда Искариот Иуда Искариот Не был рожденным Свыше верующим Он лишь внешне Следовал за Христом Евангелие от Иоанна 6 глава 70 и 71 стихи Невозрожденные духовно люди Могут служить в церкви И вести себя так Словно они спасены Евангелие от Матфея 7 глава 21 по 23 стихи Пункт Д Они утверждают Что есть множество предупреждений О возможной погибели верующих Места писания Которые они цитируют Для того Чтобы подтвердить Свои убеждения Говорят Не о возрожденных верующих Но о нерожденных Свыше людях Глава 9 Пути принятия благодати Существуют Определенные способы Принятия верующими Благодати Первое Верующие Получают благодать Посредством Божьего Слова Пункт А Божье Слово Является путем спасения Бог спасает грешников Через распространение Евангелия в мире Первое послание Коринфянам Первая глава 18 стих Здесь сказано Ибо слово о кресте Для погибающих Юродство есть А для нас спасаемых Сила Божья Также В Писании Сказано Что в Божьем Слове Есть мудрость И сила Для спасения Второе послание Тимофею Третья глава 15 стих Сказано Что вера приходит От слышания Божьего Слова Послание римлянам 10 глава 17 стих Пункт 3 Слово Божье Это путь к святости Верующие Верующие Возрастают В вере Благодаря Послушанию Божьему Слову В первом послании Петра Второй главе Первом и втором Стихе Говорится Итак Отложив Всякую Злобу И всякое Коварство И лицемерие И зависть И всякое Злословие Как новорожденные Как новорожденные Младенцы Возлюбите Чистое Словесное Молоко Дабы От него Возрасти Слово Божье Является Духовным Мечом Мы Верующие Возрастаем В святости Возрастаем в христианских церемониях. Водное крещение это церемония крапления водой. Это символ того, что наши грехи были смыты с нас. Мы получили прощение грехов благодаря делу искупления, совершенного Христом на кресте. Вечеря Господня это церемония принятия верующими хлеба и вина. Хлеб символизирует тело Иисуса Христа. Вино, пролитую им кровь на кресте. Мы получаем прощение грехов, веруя в тело и кровь Христа и в его смерть на кресте. Мы более глубоко изучим тему водного крещения и вечерей Господней, когда будем проходить экклесиологию. второе. Верующие принимают благодать посредством молитвы. Молитва это общение с Богом. И поэтому молитва критически важна для принятия благодати. Молитва это привилегия и обязанность верующих. Евангелие от Матфея 7 глава 7 стих говорит «Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам». Молитва это разговор с Богом. Верующие разговаривают и общаются с Богом посредством молитвы. Когда мы молимся, Бог отвечает на наши молитвы. Молясь мы в первую очередь должны каяться в своих грехах и просить прощения. Когда мы молимся, нам следует видеть и открывать свои грехи и каяться перед Богом. Третья книга царств 8 глава 47 стих Книга Даниила 9 глава с 3 по 15 стихи Евангелие от Матфея 6 глава 12 стих В молитве нам следует воздавать благодарение Богу. Молясь, нужно думать о благости Бога к нам, о его благодати. И молиться Богу молитвой благодарения. Далее нам нужно искать Божьей помощи в молитве. Люди слабы и поэтому им сложно быть послушными Божьей воле. Нам нужно искать мудрости и силы, чтобы быть послушными Божьей воле. нам следует молиться во имя Иисуса, опираясь на то, что Он сделал для нас. Молиться в Святом Духе, обращая молитвы к Отцу. Он